Доложит нам издание мира Казимии Декукова. Ирландский мир Андреевич, соль, соль, соль. Давайте полчаса, чтобы мы вам не открыты. Давайте дать ему рекламу достаточно полчаса, и потом зададим вам. Спасибо большое. Если вас очень трогайте, то сегодня сотрудник из Итиага нашего дорогого, я проработал 34 минуты. Мы потребовали, чтобы было не просто так, а что звучит фуршет. Поэтому покачаем это действо. Я приглашаю соседей из Артёма Констана на такую дружескую встречу, связанную с этим моим полным юбилеем, который прошел в прошлую репетницу. И здесь вы приезжали, меня поздравили. Я вполне счастлив. И начальство академии уже не выучило все, что надо. Поэтому сейчас я удержу. А у нас сотрудников института еще ждем. Еще, конечно, должны подойти. Ну, вы знаете, у вас много ногородних, они пишут, что не могут. Ну, представляю. Я хочу сказать, что... Я взял эти наши фирмы, которые 20 металлов означают. Я буду... Значит, один раз ищу ищу, 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 ищу. Так как я вот давно увлекаюсь реконструкцией вот этой органической модели мира, которая привлекается архитектурностью и которая видна, по-моему, вообще в зданиях, и архитектуру видна больше, чем историкам, футболу, и историкам, футболу и мифологии, потому что мы видим эту модель как архитектурную. И вот Каньба Антикоплов, мой первый герой, он как раз прославился тем, что заявил, что тут мир подобен с домом, что земля плоская, не было такой похожей на свод, не пробил, и, в целом, Бог построил такой дом. А дальше все, мы живем внутри. И его мы сверили. И я запомнил это имя Каньба Антикоплов в школе, в каких-то младшем наших средних классах, когда учитель сказал, что это что, понимаете, это же профессия, вы видите, ха-ха. Это правда, это же смешно. И я тогда подумал, не может быть, чтобы люди были такими глупыми, и чтобы они на протяжении веков верили в какую-то другую. Вот. И это западно. Потом приходилось заниматься историей архитектуры, увлекаться и людьми тяги. Это федористская древность, потому что там непонятно, но, может быть, непонятно, и в то же время там таятся какие-то заслуживающие принципы нашего эффектурного называния. И они не очень даже непонятно, и как это, почему они в таких местах, потому что если устойчивые, проживающие все века и все переговоры, то, как и Бог, сохранившись. В общем, в том же виде коробочек, треугольничек, крыша, домик, сундучок. То самое, что описывал Кенгардигос. Капа. В искусствознании страшно чрезвычайно сосредоточена королировка, когда, или словосочетание, модель Мирера, микрополос, то есть подражание творцу, когда художник, мастер, ревестник создает какое-то произведение. Воспроизводит акт творения. Так вот, у меня стало официально не то, как устроится на самом деле Вселенная, а то, как представляли ее себе, как ее встретились. Как они ее моделировали, Вселенную. Действительно, будет загадать. Загадать. Я там нормально. Вот. Я хотел как-то разобрать, что это за микрополос. Читаешь книги, уважают авторы, все они, в основном, с иронией описывают, обращают внимание на какие-то фантазии, которые присущи разным народам. И считаю, что, так продолжайте здесь считать, что это все фантазии. И домыслы очень недостоверные, ненаучные, долголучные. Вот. А мне казалось, что это несовременно. Что все-таки, сейчас пришло время. Пришло время, когда мы не можем считать, что фольклор, мифология – это фантазия, народная фантастика. Это отголоски какой-то древней культуры, древнего знания. Какого-то тайного знания, жреческого знания. Какой-то великой науки, по которой жили люди спокойных веков. И которая в архитектуре воспроизводится до сегодняшнего дня, хотя мы тратим эти знания и секреты. Как бы это тем более тайное знание. Но вот, тем не менее, я считаю, что это в древности была очень серьезная наука. Потому что относились к архитектуре, как к совершенно действию, как к чему-то очень важному, жизненно важному. Надо было строить так, как сам Господь строил, для того, чтобы сделать вещи, которые будут защищать людей, которые можно будет жить. Если же мы будем делать ошибки или будем заниматься самомышлением, то будет что-то… И вот сейчас у нас ведь как раз эпоха вовсе не научная, я считаю, а самомышление и всякого эксклюзивного общества. И такого, значит, свободного фантазирования по поводу форма образования. И архитектурного, ибернца. А в древности вот как раз движет по науке. Который может быть… Может быть, хватит уже высмеять. Ну, ее надо расшифровывать. Надо как-то раскрывать. Что довольно сложно, конечно. Я сейчас хочу с вами поделиться вот некоторыми своими людьми, которые, например, созрели. Я уже опубликовал много статей на эту тему. И, по сути, уже взял на это проработку. И сейчас получается так, что я не уложусь, не смогу раскрыть все детали и все это. Потому что все из простого, но возникает сложная картина. Много всех нивансов. Поэтому я не беру сейчас все, кстати, только от Войди Гоплова. Тем более, знаете, как про такого автора. Ну, вот со стороны. Графия – это я не беру. Я хочу рассказать о некоторых важных, важнейших архитектурных и градостроительных вопросах. Благодарим для сопряжения, завершенными или для целых. Вот. И оборвусь, когда тогда кончится время. И я хотел бы сделать серию. Мне хочется. Понимаете, я написал серию статей. Мне хочется сделать серию докладов, чтобы услышать реакцию, чтобы обсуждать, чтобы что-то внедрить. Значит, хотел бы сделать по источнику. Вот. В большом моментатности мне вызывает издание «Двухтовника» из сверху философии «Ра». Господин Великов такой и другие сделали замечательный «Двухтовник». Космологические представления книжности «Двухтовника» из сверху философии. Ну, эзотические слова, конечно. Но те, которые были популярны для «Двухтовника», они их перевели, прокомментировали. И таким образом очень помогли сделать изъял вот этот гораздо более доступный. В.В. 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 и христианских текстов, и его поставили самую задачу преодолеть популярность позднеантичных представлений о Берии и вернуться к архаическим, ветхозаветным представлениям, которые прописаны в Библии. И он заявляет, что как же мы можем быть христианами, если вы верите... Давайте следующую, посмотрите дальше. Как? Вот составленная, наверное, так. Она рисована всем желающим претвергиваться христианских воздрений, но при этом согласно внешнему, античному, язычному, внешнему, так называемому, представляющему небо шарообразно, и так и лозит распространяющий ухоженный мнение. И вот тут больше всего, прежде всего, получается, на этой идее шарообразности неба. И всячески хочет доказать, что на самом деле это неправда, а земля плоская, небо с ней сопряжено намертво, как свод и стены над домом. И вот вся система доказательств у него основана не столько на наблюдениях, тем более на астрономических каких-то исследованиях, сколько, да, писания. Вот сказано в Библии так-то, вот и Сараи сказал то-то, Моисей не писал так-то, значит так. И вот за это, вот, видимо, наши посвященные ученые не излюбили, чтобы вот так было показать. Но, на самом деле, когда я стал разбираться с его, даже дошли руки, прочитал его, значит, есть книги Куньок, Харитальев, Баршавкина Рейтина, есть, значит, вот эти совсем недавно изданные вещи, есть еще ряд публикаций, и есть, собственно, изданные, ну, быстрее, да, его рукопись, печати и так далее. Значит, я только обнаружил, что у него много разумного и вполне реалистичного. Вот. Интересная вот такая еще моя задача сегодня, вот, реализировать, как говорится, он, вот, говорит, по-другому и обратить внимание на то, что наши стереотипы, мифы не доставят. Вот, значит, авторы нового докторника академического, который я упомянул с уважением, разделили все эти тексты космологического характера на две группы. Первая группа и первый том – это плоскостно-комарная схема мира, модель мира, а вторая – геоцентрическая. Вот они так это разделились, сказали, что разные школы разные традиции. Вот это биоцентрическое, то есть вокруг Земли вращается, значит, солнце, луна и все звезды и небо – это античная, языческая, которая, тем не менее, была принята все эти иконы, христианами, и существовала до самого нового времени до великих географических и астрономических открытий. «Раптилинею, Аристотельну и так далее». Значит, это одноватно. И не принимали некоторые отцы церкви и в текстах она фигурит. А другая – отрицающую геоцентрическую. Вот она флагондирует домик, коробочку, сундук. Казьми и Дякова первый, дальше Северян Кабальский и другие авторы, которые стояли на этом. На самом деле, когда я вник, я обнаружил, что у Казьми и Дякова есть и то, и другое. И то, и другое. И вот самый лучший концерт здесь. Значит, здесь кубик, прямоугольная, квадратная коробка. Но это Вселенная. Это Вселенная. Это не Земля, это Вселенная. А внутри весь остров нашей Земля, где мы живем, вокруг которой вращается Солнце, Луна и прочее, прочее, прочее. То есть он, Казьми и Дяков, не отрицает существование такой планеты, такой горы, острова, вокруг которой все вращается. Пожалуйста. Но все это упаковано, помещено внутри большого короба. Таким образом, он говорит о вот этой плоской Земле и там солнечном небе, применитой ко всей Вселенной. А наша Земля – остров, окруженная, если не сам Солнце, которая всходит и восходит и так далее. Луна и так далее. Все это известные вещи. Получается, что эти две модели не противопоставлялись и не представлялись в разных традициях. Они соствующие сторонники вставляются под другу. Но судя по архитектуре, мы видим, что они очень островные были коробки. И в Гвазилии еще целая тема, еще особая. Всякие длинные здания. Особая тема тоже инициировала Казьмой, который заявляет в себя длинные, а не квадратные. Хотя пишется сначала о квадрате, а потом пишется длинные. Это целая тема, проблема. Я не смогу все это рассказать только на веках. А, значит, есть здания, пробные, ротонные, тяги. Центрические. Сооружения из пополников всегда сосуществовались. И внутри помещались наши, и ряда старались. Это какие-то другие модели, или проекции той же вселенной. Изображающие вот это центральное ядро с этими самыми светилами, которые окружают нашу стационарную землю, стоящую тверкнуто в своем месте. Вот моя модель. Вот. Значит, Казьма ополчается против вот этого изображения сферических небес. Считает, что, и заявляет, что нет, небеса коробчатые, своды прикреплены к земле намертво, как в здании. А планеты Солнца, вращающиеся там внутри, их вращают ангелы по Божьему велению. Там есть орбиты, там нет конструкции, там нет никаких хрустальных сфер. Вот поэтому вот сейчас следующий, пожалуйста, покажите. Вот это две картинки, изображающие античную, вот слева античную, модель сфер хрустальных, вставленную там другую, вокруг себя, вращающуюся вокруг шарообразной земли. Эта модель возникла, наверное, прежде всего, в лучшем сфере. Анастасия, затем она была усвоена в Толемень, и дальше распространялся гипотезу уже в Толемень. Вот дело сферическое. И в античности уже мыслители, которые поверили в эту гипотезу Аристотеля, который оказался, вообще-то, достоверным, они стали соображать, что, значит, тогда на земле есть антиплоны. Значит, земля шарообразная. Значит, если мы стоим здесь, то на противоположной стороне земного шара люди стоят вперед ногами. Так и есть у нас сегодня. Мы тоже стоим, значит, во Великой люди ходят вперед ногами. Это же император. Вот они рисовали эти антиплоды и говорили, вот, вот, акуф мир билосипичный. А, понимаете, акуф, прежде всего, молчает спрочу них. И говорит, что это вот в самомышлении, это домыслы философов, внешних, язычных. Это неправда. Потому что в Писании так не так. Он на этом наставит. Парк Петовичевич, вашествие. На самом деле в Писании вот так. Значит, земля плоская, а это небо. Небо круглое, и стенки это тоже небо. Между прочим, в Коране тоже есть фраза, что эта земля, как лук, как ковер, а небо круглое со свободы. И в Завете есть фраза. Пятью усвоению сбережь небо, а дла не землю. Бог. И еще горстью налив море. Это такая фраза есть. Значит, вот, это такая модель библейских. Вот. И вот она же изображена. Еще у него вот, еще вот так. Значит, ну, тут уже нарисована земля еще в инегаре, что позволяет вот здесь вот, как бы с этих сторон, иметь океан, который обмывает эту нашу структуру центральную землю. Это здесь нет. Это земля дном всей цели. Но еще появляется земля не постом. Сейчас мы увидим. Вот. Следующее. То есть все это очень плохо, конечно. Вот есть еще серия коцидок очень много. Хотя тверд, да. Дальше мы говорим, что во второй день Бог создал твердь. Вот на тлеточке. Покажите сниматься. Чтобы все было ясно. Вот тут же уже начавшие разоглиния. Это вот твердь небесная. То есть перегородный потолок. Перегородный разделяющий пространство. первого неба и первой земли пополам. Это, как вы знаете, вот сделано для того, чтобы отделить воду небесную от воды земной. Таким образом создать здесь пространство для нашей жизни. Это так. Вот. Значит твердь небесная. Твердь, которая тоже названа на небо. Второй день. Следующий. Вот. В других вариантах. Это все, как и сказали Митя Гоклова. Минячем. Пожалуйста. Но там уже твердь изображена в таком полусторшем. Видите, наверху царство небесное. Бог и эти цветы. А внизу мы летаем. И здесь вот Солнце. Луна. Солнце восходящее, восходящее. Звезды. Вот Луна. И здесь мы живем. Вот. А это. Они, кстати, соответствуют вокруг острова. Привяжем. Причем. Заборубики. Здесь земля изображена животными растениями. И опять же Солнце здесь крутится. А Бог над звездами. Над звездами. Над звездами. Поэтому вот это уже было. Нам отсюда не видно. Так. Вот. Вот тут еще. То же самое. Следующий вопрос. Значит. Он настаивает на том, что Бог основал землю на крепости своей. Или на ничем нету другого. Нет над землей никакой подпорки, что участник встречается в мифологии. Ничего там нету. Значит, она заполняет действие пространства и держится на Божьей силе. Значит, перескорки нету. Вообще. Понимаете? Нету резких землей. Нету. Ничего ниже. И эта вот модель. Внизу, значит, тяжелая земля наверху неба. Это, собственно, античная идея древнего разделения стихий по степени тяжести, по фракции. Внизу самая тяжелая земля, потом вода, потом воздух и наверху огонь. Действительно, вверх, небо, ангелы, они трудные. Вот. И, значит, вся идея тут главная. Вот основная мысль, что у Вселенной есть низкий верх. Внизу тяжесть, мрак, земля. Глупо, тяжелый. Вверху слегка. Там Бог. И не эфир. Бог огонь. Так вот, в чем дело. Я читал источник самого. Трактат о небе. Он доказывает в этом трактате, по-моему, все-таки он первый. Он пытается всячески доказать ему своими логиками. Что земля стягивается в центре самой тяжелой фракции. Она концентрируется в комочке. А вокруг нее идет вода, пробу, потом воздух, потом огонь, потом эфир. И, таким образом, низ получается в центре, а вверх во все стороны там направляется. В любые стороны. В разные. В бесконечное количество. Вот так и Гугеоргий. Так вот, это идея, которую высказал Аристосель. Конечно, не сразу. У нас сейчас люди. И сам он спутал много. И потом он в другом трактате материал. И вообще об этом забыл. И пишет традиционно, что нет в земле есть верх и низ. И что недавно рейте селёте будут низ. Пишет Аристосель. Умница. И, конечно. И в этом проекте о нерве, где он выдвигает новую идею. Которую потом завоевал мир. 15 годов. Он пишет, что пифа на рейце. И Платон.